Работы под угрозой срыва. Ремонт ряда дорог в стране могут приостановить из-за того, что многие рабочие не получили деньги за уже проделанный труд. Ассоциация дорожников-подрядчиков Молдовы обвиняет Минэкономики в умышленной задержке выплат. Там отказываются направлять документы в Минфин. Долги перед подрядчиками достигают почти 130 миллионов леев. В ассоциации говорят, что государство не оплатило значительную часть работ, выполненную несколько месяцев назад. В настоящее время у более чем 15 компаний нет денег на закупку стройматериалов. Некоторые находятся на грани банкротства. Полная некомпетентность в Минэкономике и инфраструктуре. Там хранятся, не знаю почему, горы бумаг. Кто-то должен ходить к ним, просить. Нужно назначить опытных людей, способных вернуть эту отрасль в норму. Иначе будет то, что случилось с железной дорогой. Около 500 дорожников уволились из-за того, что не получают зарплату. Они работают при температуре асфальта 150 градусов, а им еще и зарплату вовремя не выплачивают. Как вы себе представляете? Это издевательство. Люди не хотят выходить на работу. Уходят рабочие, которые что-то умеют. Механизаторы грейдеров, экскаваторов, асфальтоукладчиков, инженеры. Мы пытались получить комментарии у подрядчиков, но они отказываются говорить о проблеме публично. Мы направили запрос в Министерство экономики и инфраструктуры, чтобы прояснить ситуацию, но ответа пока не получили. С другой стороны, представители Минфина говорят, что произвели все запрошенные платежи и в настоящее время у ведомства нет задолженностей. В этом году на строительство и ремонт дорог в бюджете заложено 3 миллиарда 600 миллионов леев. Строительным компаниям за выполненную работу перечислили уже 40 процентов средств.